Хайди Лопес одна из сотен волонтеров, которые выразили желание помочь нелегальным мигрантам переждать грядущие рейды. Я записалась в переводчике, знаю испанский, и для меня это очень важно. Дело в том, что моя мама нелегальный мигрант. Мама Хайди сейчас в Неваде. Девушка планирует перевезти женщину в случае начала массовых рейдов, перенесенных президентом Трампом на две недели, вот в эту церковь. Приход сейчас готовят к тому, чтобы некоторые его комнаты сделать убежищем для таких, как мама Хайди, оказавшихся в США нелегально и не всегда по своей воле. Представьте себе, друзей моей мамы когда-то детьми привезли сюда в багажнике машины. Это просто немыслимо. Сейчас в этой церкви в Посадене вовсю идут приготовления к приему нелегальных мигрантов. Мы будем предоставлять безопасное место для людей, еду, одежду, одеяло, все, что в наших силах, сотрудничая с другими правозащитными организациями, которые консультируют людей без документов в юридических вопросах. Мы сможем предотвратить приход иммиграционных агентов в церковь. У нас есть лавочки в церкви, которые передвинуть не выйдет, но есть и стулья. Вот стулья мы планируем убрать и на их места поставить раскладушки, организовать места, где люди смогут обедать. Снимать в самой церкви нельзя. Среди прихожан есть люди без документов, и они очень напуганы. Кроме того, представители церкви не хотят показывать на камеру свои комнаты убежища, лишь говорят, что двери тут открыты для всех. Невзирая на ваш статус, расу, пол, мы рады всем людям. Наши двери открыты для всех. Мы открыты для всех тех, кто боится агентов иммиграционной службы. Мы ничего не спрашиваем, мы просто предоставляем убежище. Рейды хоть и отложены на две недели, однако подготовка к ним идет полным ходом, и не только в церкви. У меня есть друзья без документов, которым я предложила пожить у меня. Я поеду за ними сама, позабочусь о них. Сейчас им даже страшно пользоваться общественным транспортом. На все это представители иммиграционной службы все чаще отвечают рейды, задержания и депортации. Всех, кто находится в стране без документов, происходит ежедневно, мол, закон есть закон. Но в Калифорнии, которая сама по себе, штат-убежище, обещают держать иммиграционную оборону до последнего. Ангелина Багдасарян, Вазген Варжебетян. Настоящее время. Америка. Калифорния.